Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу, и сегодня я решил создать свой скин из Роблокса, более похожим на реальную жизнь. Я думаю, вы видели вот такой вот видеоролик Кошки Ланы, где они вместе с Улием создавали себе скины более реалистичные и более похожие на реальную жизнь. Сегодня, друзья, я постараюсь это воплотить у себя в видеоролике, спасибо большое за идею, очень классное, и попробуем создать что-нибудь интересное. Сегодня у нас, друзья, скин Бабки Шоу в 3D-модели. Ну а перед тем, как вы посмотрите этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, надеюсь, вам понравится этот видеоролик, погнали, легендарные внучата! Не знаешь, где купить пэтов в Адопме? Тогда тебе на starpets.gg. Огромное количество питомцев ждут, чтобы ты их купил, так как цены тут просто смешные. Ты можешь как купить, так и продать пэтов, а можешь даже затрейдить двух пэтов на одного. Все трейды производят боты, никаких встреч с продавцами. Зашел, получил. Ссылка на starpets.gg будет в закрепленном комментарии. Да, ребята, это, конечно, будет очень интересно создавать такой скин, и у меня, на самом деле, есть несколько предположений, как я сегодня буду его создавать. Смотрите, первым делом я вам расскажу о заготовке в Роблоксе, которая, кстати, является абсолютно бесплатной. Она называется Дэнни, и это у нас персонаж как раз-таки с руками и ногами и лицом, очень похожий на обычного человека. Вот так вот он, друзья, выглядит. На самом деле, очень красиво и симпатично. Что нам понадобится сделать дальше, чтобы наш Дэнни смотрелся еще более симпатичным? На самом деле, тут все тоже очень просто. Нам, друзья, понадобится немножечко поменять ему внешний вид, касаемо, конечно же, рук. Потому что, смотрите, если мы сейчас, например, наденем какую-нибудь одежду, то у него здесь сильно будет выпирать бицуха, как будто бы он просто перекачался. Можно, конечно, оставить и так. В принципе, тоже смотрится неплохо. Но, наверное, мы поменяем, может быть, руки. Так как сегодня, друзья, у нас скин за Роблоксы, и сегодня у нас нет никаких ограничений в виде Роблоксов, мы с вами можем что-нибудь интересное придумать. Давайте зайдем в раздел, который называется Head & Body, и здесь зайдем в раздел Left Arms и Right Arms. Собственно, здесь можно будет выбрать руки и выбрать более-менее что-то адекватное, то, что нам больше всего понравится. Например, мне нравится рука супергероя. Но она смотрится какой-то суперперекаченной, а эта тем более, как будто бы чуть-чуть не подходит. Нет такого ощущения. Да, друзья, каждый ролик, когда я создаю такие скины, у меня происходит какая-то проблема. Все смотрится очень-очень некрасиво, я не знаю, честно говоря, почему. Какое-то растянутое все. Поэтому, может быть, я, наверное, все-таки оставлю вот этот футболк, фиг его знает. Ладно, ребят, давайте тогда будем наряжать нашего персонажа постепенно и придавать ему более вид, похожий на бабку Шоу. Давайте вспомним, что у нас есть на нашем персонаже бабки Шоу. Собственно говоря, во-первых, нам понадобится зайти, наверное, в раздел Head & Body и выбрать волосы. Начнем прямо с самой верхушки и вниз, таким образом пойдем. Снимаем волосы, которые у нас здесь лежат на нашем скине и надеваем SkyPunk Black. Ну, сказать честно, выглядит не особо круто, потому что, ну, как-то, как-то, блин, фиг знает. Проборы какие-то непонятные, что это такое? Почему это смотрится как-то стрёмно, друзья? Если надеть светлую прическу, то как бы тоже ничего не меняется. Единственное, что я могу придумать для этого варианта, это надеть messy hair. Да, конечно, это немножечко не похоже на прическу, которую я обычно ношу на своем персонаже. Но, я, друзья, вам скажу одну такую замечательную, занимательную вещь. То, что я покрасился в реальной жизни, поэтому волос у меня сейчас практически такого цвета. Вот даже на него сейчас смотрю. Похож очень сильно. Ну и, собственно, поэтому ближе к реальной жизни, так сказать, подгоняем нашего персонажа. Что мы будем делать, друзья, дальше? Теперь нам понадобится надеть аксессуары, а именно очки всякие. И вот тут, на самом деле, у нас могут возникнуть проблемы, потому что на таких вот заготовках-макетах очень плохо с отображением всяких очков и аксессуаров. Давайте я просто попробую. Я, честно, не знаю, что у нас с вами получится. Ухо! Нифига себе! Ну, красиво на самом деле выглядит. Всё, ребята. На самом деле, я очень удивлен, потому что, друзья, обычно так просто у нас ничего не получается. И, ну, наушники, наверное, всё-таки будут лишними, поэтому сегодня у нас на скине без наушников обойдёмся. Теперь, вроде как, раздел Head нам понадобится. Здесь нужно будет найти наши серёжечки. Ребят, если вы помните, на моём скине есть серёжки в виде игральных кубиков. То есть, кубики с вот этими вот числами. Dice Earrings они называются, и, ну, смотрятся они неплохо. Конечно, немного не там, где они должны быть, они висят. Эээ, ну, мы забудем, ребята. И, ну, как бы смотрятся неплохо, поэтому фиг с ним. Ещё можно надеть ему на голову вот такие вот ушки. Смотрятся они очень даже хорошо. И, конечно же, друзья, у меня есть аксессуары, которые всякие там, я не знаю, эти бусы, но я ещё их пока что не надевал. Давайте пойдём в раздел Back, пока я вспомнил про катану. Наденем прямо сейчас какую-нибудь прикольную катану за спину. У меня есть несколько вариантов, на самом деле, это вот такая, но она смотрится нехорошо, потому что она слишком сильно выпирает, как по мне, с персонажа. Поэтому я сейчас буду где-то искать, кстати, многие меня спрашивают, бабк-шоу, а как получить такую катану, как у тебя на персонажа висит? Друзья, ну так она за робуксы и в магазине продаётся. Вот, собственно, чтобы её получить, вам понадобится, вроде, 50 робуксов или 60 и купить такую вот катану. Собственно, скин получается реально похожий, мне он нравится, и единственное, что я хотел бы следующее поменять, это раздел фронт, нам понадобится сейчас навесить всяких бусов, а тут уже возникают некоторые сложности. А точнее, друзья, это у нас раздел неко, а не фронт, здесь, короче, смотрите, что сейчас будет. Я надеваю, например, вот это вот, оно смотрится неплохо, но очень сильно выпирает, то есть максимально некрасиво смотрится, если я надеваю вот это, то это вообще коренжатина максимальная. Поэтому я, на самом деле, фиг знает по поводу этих всяких бус, может быть, стоит надеть вот такие вот бусы, но тогда мне понадобится надеть какую-нибудь оверсайз шмотку, которая будет подходить под нашего персонажа. Тогда давайте уже сразу переходить к разделу, где мы будем надевать с вами вещи на нашего персонажа, это раздел клоузинг, конечно же. Первое, что я хочу проверить, это насколько хорошо отображаются на таком персонаже обычные одежды, например, если я надену такие вот синие штаны. И так, друзья, они, кажется, не работают, потому что, да, друзья, они, кажется, не работают, сюда подойдет только 3D одежда на такого персонажа, и это, на самом деле, довольно грустно. Но так как сегодня, друзья, мы с вами создаем более скин похожий на оригинал, я предлагаю вам найти какой-нибудь свитер оверсайзовый, и чтобы он у нас был розового цвета. Поэтому мы переходим в магазин, что, кстати, довольно редко мы делаем в создании скинов. Я просто пишу пинг, и сейчас будем выбирать какую-нибудь прикольную кофту розового цвета, если мы, конечно, такую найдем. Есть, ребята, еще одно предположение, если мы напишем пинг оверсайз, например, то есть это у нас оверсайз пинг, скорее всего, может быть, выйдет какая-нибудь одежда. Да, я, кстати, был прав, на самом деле одежды выходит довольно много. Теперь здесь необходимо будет найти что-то похожее на моего персонажа, и чтобы это с ушками красиво сочеталось. Это слишком большое, как по мне, слишком какое-то балахонистое, даже чересчур оверсайз. Это, тем более, вообще какая-то фигня, поэтому будет, наверное, довольно сложно найти что-то, чтобы оно смотрелось более-менее адекватно и не вот так вот странно. Хотя, кстати, вот этот вариант мне нравится и выглядит довольно прикольно. Что вы думаете, ребят? Напишите в комментарии. Мне будет интересно, кстати, почитать, что вы напишите в комментарии по поводу моего скина. О, нашел, друзья! Вот это точно оно! Вы посмотрите, как прикольно смотрится. Какая-то, короче, оверсайзная одежда. Она не совсем прям выглядит суперкрасиво, но такая вот интересная, я бы сказал. Поэтому ее я точно покупаю. Беру прямо сейчас за 7 струбуксов и надеваю на своего персонажа. Что касается штанов, например, я не вижу какого-то определенного смысла брать мне сейчас и покупать штаны на своего персонажа, какие-нибудь джогеры дополнительные, когда я могу просто взять, зайти в раздел Клоузинг и надеть какие-нибудь бесплатные штаны. Они почти не будут отличаться по красоте и будут очень даже неплохо смотреться. Какие есть вариантики? Есть, друзья, у меня вот такой вот вариант. Это просто карго пенс, просто черные штаны. Есть вот такой вариант. Черные штаны, но только более такого коричневого оттенка. И я, честно говоря, разницы никакой не вижу. Можно даже надеть такие вот треники, потому что здесь есть надпись Roblox. И она даже похожа на мою надпись на моем скине. Ну и, в принципе, еще было бы неплохо надеть какие-нибудь там бутсы или еще что-нибудь такое, сникерсы вот. Но, блин, 8 стробуксов тратить только ради того, чтобы у вас обувь была, когда есть и так бесплатная прикольная. Пожалуй, наверное, я оставлю этот скин таким, и мне он очень даже нравится. Ну а теперь мы с вами будем заходить в какую-нибудь игру. Единственное, что нам подойдет не каждой из игр. В некоторых есть определенный стандарт роста, стандарт какой-то одежды. Поэтому нам, ребят, сейчас понадобится найти какую-нибудь игру, где это все будет разрешено. Я долго думал, в какую игру зайти, и зашел в Brookhaven RP. Не знаю, как там отображается 3D-одежда, но попробуем, вдруг получится. Ребята, это что за гном? Нифига себе, ребята, вы просто посмотрите, как прикольно выглядит. Единственное, что я здесь сразу вижу, это то, что почему-то не прогружается голова. Видимо, в Brookhaven эта голова не поддерживается. Но это тоже довольно интересно и странно смотрится. Какая-то оверсайз, непонятная бабка-шоу. Немножечко отличающаяся от опыкновенной, которую мы обычно видим. Но единственное, что меня прям реально интересует, я не понимаю, почему не прогружается здесь голова. Видимо, в Brookhaven это запрещено. Пойдемте тогда попробуем зайти в другую игру с моим скином. Во, ребята, в TTD 3 все смотрится именно так, как должно было смотреться изначально. Давайте попробуем встать на какую-нибудь локацию, пойдем определенную. Только мне, честно говоря, не особо нравится апдейт TTD. Пока он вот такой вот хэллоуинский, здесь очень плохо меняются погоды и освещение. Ну, ладно, ничего страшного, друзья. Давайте мы встанем куда-нибудь вот сюда вот, к примеру. Включим сейчас шейдеры и посмотрим на нашего персонажа. Реально, выглядит очень красиво, очень завораживающе и очень странно для Роблокса, я бы сказал. Потому что, ну, вы посмотрите, как это круто смотрится. То есть, здесь у нас с вами прям персонаж такой вот высокий, проработанный и очень классный. Мне кажется, что с таким, в принципе, можно снять какой-нибудь прикольный видеоролик, сделать что-нибудь интересное в виде интерактива. Ну и, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вы, кстати, тоже можете создать себе такой костюм и понадобится вам немного. Просто найти эту заготовку, немножечко ее отредактировать под себя и получится у вас вот такой вот классный скин, более 3D-шный и интересный, похожий на реальную жизнь. Всем пока, гудбай, легендарные внучата.